дорогие зрители канала человек лев сегодня мы опять саванне опять с вожаком и мы сегодня поразмышляем с вами о судьбе о судьбе львов а совсем еще недавно не надо штаны рвать мои ты я понимаю что ты хочешь меня обнять да хорош 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 ты хорош ты хорош ты играться хочешь давай расскажем о судьбе львов еще какие-то 50 лет назад львов в мире было более полумиллиона представьте полмиллиона львов бродила по саванам африки и все было хорошо шел жизненный цикл львы как известно регулировали численность копытных животных которых было огромное количество миллионные стада были антилоп бизонов различных других копытных животных и все было хорошо хорош хорош прошло всего несколько десятков лет и сегодня статистика говорит о том что львов в природе осталось всего несколько тысяч 3-4 тысячи называют сегодня цифру свободных львов которые остались в национальных парках африки представьте количество львов которые уничтожено в общем-то за одну человеческую жизнь за 50 лет с такими темпами мы потеряем любов буквально через несколько лет и они останутся только в зоопарках где может значиться имбридинг и не знаю какова их судьба зоопарки не тоже не очень сильно и много содержат на африканских львов потому что лев но посмотрите его это огромная машина ему нужно 10 килограммов мяса 10 килограммов мяса в день чтобы это большая туша была сыта и тогда ему нужен большой вольер хороший вольер вот не каждый зоопарк сегодня в экономических условиях особенно россии украины может себе это позволить поэтому да и за границей очень часто мы видим репортажи о том что в заграничных зоопарках и где часто пишут на почту говорят о том что львы кастрированы чтобы они не размножались чтобы не было проблемы там с малышами они безгривые там в этих парках европейских это все конечно очень очень плохо сегодня львы уже внесены международную красную книгу да есть еще 10-12 тысяч львов которые разводятся на специальных фермах в южной африке в основном но это исключительно для охоты в южной африке нет проблемы заказать охоту на льва 3000 долларов стоит такая охота и вам выпускают вот такого гривастого огромного злого дикого льва и вы садитесь в буши такой лес африканский не сильно густой и на вас бежит ваша жертва чтобы охотник не растерялся и лев не напал на него сзади охотника который заказал себе вот эту такую услугу сажают опытного охотника африканца который делает контрольный выстрел то есть у льва практически шансов никаких нет он будет обязательно убит после этого человек который заказал эту услугу а это как правило богатые европейцы американцы он увозит с собой шкуру льва может сделать чучело этого льва такие услуги тоже в юар делаются и дается лицензия на вывоз никаких проблем нет чтобы вы вывезли это в любую страну но вы часто можете видеть в интернете подобные фотографии даже депутаты госдумы российской федерации часто очень показывают демонстрируют как они убивают жирафов львов в условиях природы африки мне кажется все это очень грустным грустная статистика грустный подход к тому что мы живя на планете очень заботясь о благосостоянии людей вот уничтожаем тех кто рядом с ним с нами имеет право также жить на нашей планете парк львов тайган не может спасти всех львов которые сегодня нуждаются в помощи но парк львов тайган не так много завез львов из других зоопарков но уже очень много львов родил на вот этой территории в крыму в белогорске только в этом году у нас огромное количество львят тигрят но читатели не блога олега зубкова youtube каналов моих знают что у нас каждый год рождается много много малышей и сегодняшний день не прошел даром тоже давай давай покажи давай вставай где вот так лучше будет ты дурашка да ай такая дурашка такая дурашка ай ты красивый ай ты хороший ай ты хороший ты хороший ты хороший хороший и вот мы сегодня белогорском парке львов тайган вместе с вожаком чуком рассуждаем о будущем африканских львов какая их судьба и увидят ли наши внуки и правнуки вот этих львов в условиях открытой природы да и в зоопарках у которых ну порой очень очень скромные возможности в содержании крупных хищников мне кажется что больше должно законов сегодня быть строгих законов на всех уровнях которые только возможны и прежде всего там где обитают ли вы чтобы оставить ли вам ту среду обитания как но опять убал но опять упал а то лапой помашет то лапой помашет кто лапой помашет кто лапой помашет лапой помахает лапой нашим зрителям которые смотрят канал львы должны охраняться начиная от парка львов тайган и кончая заповедниками и заказниками которые находятся в африке на их родине мы свой вклад в сохранение африканских львов вносим здесь в российском крыму несмотря на все усилия гнусных ветеринаров местных чиновников которые нам в этом мешают и дают парку дополнительных территорий мясо воруют у нас и многое много чинят других каких-то препятствий мы свой вклад сохранение львов на планете земля внесли и будем продолжать вносить правда скажи гав спасибо всем это был канал человек лев подписывайтесь на него и узнаете много интересного от нас